Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение. Торговый дом Европейский. Всё лучшее в одном месте». Стиль жизни определяет качество окружающих нас вещей. В торговом доме «Европейский» вы всегда найдёте эксклюзивные товары, модные коллекции лучших дизайнеров, европейские бренды и качество западных производителей. Торговый дом «Европейский». Всё лучшее в одном месте. Воровского, 43. Особое мнение на 101FM Доброго понедельника всем, уважаемые радиослушатели, доброго начала недели. В студии Антонина Тихомирова. И мой сегодняшний гость, который выскажет своё особое мнение, директор учебно-делового центра «Бизнес-инкубатор» Лев Шварцплат. Здравствуйте, Лев Давидович. Добрый день, уважаемые слушатели. Лев Давидович, вам тут на сайте, кстати, не устаю напоминать всем, дорогие слушатели, что у вас всегда есть возможности, даже в течение где-то пары-тройки дней, потому что мы заранее анонсируем, кто будет нашим следующим гостем. Вы можете всегда на сайте задать вопрос. Вот, кой сейчас я зачитаю, вопрос такой объёмный. Я так понимаю, что, наверное, связан он не с адресностью, вот почему именно вас спрашивают на эту тему, а просто потому, что сегодня я с утра смотрела вообще, что происходит у нас в медийном поле, и пестрят. Ну, как-то очень народ возбудился по этому поводу и решили, что если есть интересный, харизматичный, умный гость, чего бы его мнение не спросить на эту тему. Итак, вопрос от Влады. В Госдуме дан зелёный свет законопроекту номер, неважно какой, о внесении дополнений в статью 69 Семейного кодекса Российской Федерации о расширении перечни оснований для лишения родительских прав. И перечень будет дополнена одной-единственной строчкой. Родители, один из них, могут быть лишены родительских прав, если они допускают нетрадиционные сексуальные отношения. Я, конечно, знаете, немножко в ступоре, потому что такое ощущение, что даже, наверное, при Савдепе не было каких-то таких закручиваний гаек. И если в Европе как раз, в общем-то, отпускают возжи в плане самоопределения человека и в этой части тоже, то у нас какие-то непонятные, так сказать, драконовские рамки. Что вообще скажете по этому поводу? Ближе всего, конечно, спасибо за вопрос. Значит, вообще, как мне кажется, семейные отношения, это такая очень чувствительная тема. Очень, безусловно. И здесь очень большое значение имеет национальность, традиции той страны, про которую идет речь. И очень тяжело как-то ввести такие единые рамки, которые подходили всем странам. Про Крустово Ложо, да. Потому что мы знаем, что происходит в Европе. И, конечно, общаясь с людьми и читая комментарии, многое из того, что происходит, мы не поддерживаем. И называть, например, папу и маму не папа и мама, потому что это дискриминирует кого-то, родитель один и родитель два. Наверное, в нашей стране вряд ли такое возможно. Тем не менее, в Европе вот такая практика существует. Как бы мы к этому ни относились. И, в общем, получается, что большинство людей в Европе такую практику поддерживает. Но, конечно, вот если такой пункт внесут в семейный кодекс, очень многое будет зависеть от того, как его будут применять. Потому что очень часто у нас законы трактуются по-разному. В одной ситуации так, в другой эдак. К сожалению, у нас вот этого прецедентного права нет. Когда если есть решение суда, то все остальные суды, они уже ориентируются на это решение и не принимают прямо противоположных. У нас зачастую, я просто вот из предпринимательской деятельности знаю, когда по аналогичным спорам два суда арбитражных принимают прямо противоположные решения. И, соответственно, все последующие заявители не знают, на что ориентируются, что является правильным. Поэтому больше всего меня в этой ситуации волнует, а как этот закон будет применяться. Потому что люди все разные. И, наверное, можно допустить в ситуацию, что какие-то люди нетрадиционной ориентации. Тем не менее, очень бы хотели детей, и очень их любят. И что в этой ситуации мы их будем забирать и отдавать в детский дом от любящих родителей. Поэтому, ну, вот тут надо как-то, мне кажется, очень серьезно подумать. И, ну, я бы не торопился, по крайней мере, с видением. Потому что в семейных отношениях и так у нас очень много проблем. И надо как-то их последовательно решать и продвигаться. И вот я приветствую, значит, закон о запрете пропаганды гомостритизма среди несовершеннолетних. Абсолютно, да. Но вот что касается там лишения прав, наверное, надо решать не за ориентацию родителей, а за то, как они исполняют свои обязанности родителей. Если дети их любят, если, значит, родители не навязывают никаких своих, значит, воззрений, и эта семья счастливая, то, наверное, не надо так глубоко заглядывать. А если там, значит, традиционная ориентация, ну, например, родители бьют, или там еще что-то такое воздействуют, то это как бы более такая серьезная ситуация, чем вот та, которая предлагается. Ну, еще, я говорю, на фоне периодических парадоксальных, мягко говоря, заявлений Мизулиной, да, так сказать, вот эти все... Да-да-да-да-да. Тут, конечно... Что она еще отнесет туда? На этом фоне тут уже просто... Ну, к слову, о правах, о защите прав. Сейчас нет какого-то, может быть, ну, там, конкретного, яркого, свежего информповода. Ну, вот, ваше мнение реально, вот, на самом деле, очень интересно. Я хотела бы узнать, что вы думаете по поводу самой фигуры и нужности ее омбудсмена по защите прав предпринимателей и вообще, так сказать, и федерального масштаба, и нашего. То есть, вот, как вы считаете, будет ли от этого... Ну, сейчас, да, это я для слушателей напоминаю, что законодательное собрание отложило этот вопрос по причине, там, голосования, такого голосования. И вот... Ну, они, конечно, вернутся к этому вопросу. Мы посмотрим, что решит законсобрание. Но мне интересно именно, что думаете вы. Нужна эта фигура, не нужна... Будет ли действительно легче предпринимателям, если кто-то будет отстаивать их права, и будет ли удаваться этому человеку это? Вот, да, в этом вопросе есть несколько аспектов. Но прежде всего о том, значит, декларативная эта фигура или нет. Вот, если мы посмотрим на Титова и на то, что ему уже удалось сделать, надо сказать, что, например, вот та экономическая амнистия, которая сейчас, значит, идет в стране, это целиком и полностью его заслуга. То есть, после того, как, значит, президент назначил его, значит, уполномоченный по защите прав предпринимателей, первое, что сделал Титов, он разработал проект закона об экономической амнистии. Да, значит, в той редакции, в которой он предлагал этот законопроект, не поддержали, но, тем не менее, значит, он нашел компромиссный вариант, закон принят, и, ну, может быть, кто-то скажет, что там не такое большое количество людей выходит, но давайте не будем забывать, что даже если выйдет 100 человек, это же, каждый из этих людей, это конкретный человек. У него есть семья, у него есть история, у него есть, значит, ну, вот то дело, которым он занимался. И если в результате вот этой амнистии этот человек выходит на свободу, то это, в общем, для этого человека это неоценимое достижение, и в целом для общества тоже. Мы как-то привыкли такими большими мерками, там, 100 тысяч человек, 200 тысяч человек, но мне кажется, что тут вот право на свободу каждого конкретного предпринимателя, это очень важно. И даже если бы один человек вышел, то даже, вот я считаю, ради этого стоило бы принимать этот закон. Ну, он вообще, в принципе, знаете, странно так работает. Это я сейчас так грубо и прозрачно намекаю на ситуацию с Олегом Березиным, понимаете? Как-то у нас так загадочно, потому что кого-то отпускают, а кого-то по неоправданной причине закрывают. Но это чисто апропо такое. Вы продолжаете, извините, что я перебил. Ну, я хочу сказать, что сейчас как раз бизнес-сообщество Хироской области, вот те меры, которые предпринимаются, в том числе это составление обращения Титова по поводу вот ситуации с Олегом Березиным. Вы это да, составили, но результата-то что-то как-то нет? Они просто будут, но не быстро. А, вот так, да? Да. И, ну, все-таки, давайте не забывать, что очень тяжело нашу страну сравнивать, например, с Америкой, потому что там 300 лет свободной рыночной экономики. У нас 20. И за 20 лет выстроить полную такую, как бы, фундаментальную систему, в том числе законов, невозможно. То есть у нас еще уйдет очень много времени и на формирование... На проработку этого всего, да? На проработку нормативных актов, на отношения, значит, на формирование отношения, на то, как нужно эти дела рассматривать и каким последствиям это должно приводить. То есть это, ну, невозможно вот так сразу сделать. Во-вторых, значит, вот, когда вообще возникла необходимость разработки, введения такого поставки в Кировской области, была создана рабочая группа, в которую вошли представители органов исполнительной власти, значит, территориальных органов федеральных и представители всех бизнес-объединений, которые работают в Кировской области. Это Торгово-промышленная палата, Лига предпринимателей, Опора России, Деловая Россия, ну, большинство, значит, из общественных объединений. У нас были изначально достаточно разные взгляды. Мы практически три месяца работали над этим законопроектом. Очень много раз собирались, и мне очень приятно констатировать, что в конечном итоге... Договорились. Рабочая группа, да, разработала два варианта законопроекта, за которые проголосовала, по-моему, практически вся рабочая группа. То есть мы нашли тот вариант, который устроил всех. Да, он компромиссный, но ведь суть демократии как раз в компромиссии заключается. И тут для меня очень важно то, что мы в конечном итоге смогли договориться. И даже вот работа над законопроектом была в этом смысле очень полезная, потому что, значит, вот не было желания там отстоять свою точку зрения, было желание услышать оппонента, понять, почему он такую точку зрения предлагает, договориться и, значит, да, разработать такой законопроект. Конечно, пока вот в том варианте, который законопроект, который есть, у полномоченного не так много полномочий. Не так много полномочий. Но с другой стороны, ведь надо с чего-то начинать, да, как говорит китайская поговорка, самый длинный путь начинается с первого шага. Вот нам сейчас надо этот шаг сделать, значит, дальше очень много будет зависеть от личности того человека, которого... Это бесспорно, конечно. И здесь тоже у нас достаточно как бы серьезный прогресс. Значит, вот тот вариант законопроект, который сейчас разработан, там, значит, вот кто может вносить кандидатуру? Это право оставлено только за общественными объединениями предпринимателей. То есть только общественные объединения предпринимателей могут, там, собрав правление, или там еще какой-то вот орган, значит, совет, который управляет организацией, рассмотреть, принять коллегиальные решения и эту кандидатуру внести или губернатору, или в ЗАГС собрания. То есть, значит, ну, невозможно, что это какой-то человек откуда-то возникнет со стороны, не имея отношения к предпринимательскому сообществу. Нет. Это будет человек, которого сами предприниматели выдвинут, и, значит, от его активности, конечно, очень много будет зависеть от того, насколько эффективной будет его работа. Но опять же здесь, я насколько понимаю, гигантский вотум доверия должен быть, да? Если сами предприниматели выдвинут человека, понимая, что вот у него получится, это же здорово. Совершенно верно. То есть, и здесь еще один аспект, вот мы тоже в прошлый раз об этом уже говорили, что у нас, к сожалению, когда мы говорим о защите прав предпринимателей, у нас там часто голос общественных мнений не слышат, ну, в том числе, потому что не так много предпринимателей объединяется. Вот чем, как бы, активнее будут участвовать, понимаете, сообщества, вот в продвижении таких законов, в продвижении кандидатуры, в обсуждении, тем, значит, понятнее будет остальным предпринимателям, зачем им туда вступать. То есть, когда они не видят прямой необходимости, они, ну, как бы, вот там, значит, политика это политика, у меня есть там мое маленькое дело, которым я занимаюсь. Но известно, что если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой, поэтому вот общественные объединения, они как раз эту роль и должны играть. Жуткая фраза. Прямо эти мурашки. И поэтому, значит, вот, если мы такую кандидатуру выдвинем, значит, договоримся между всеми общественными объединениями, и этот человек будет активно работать, то, ну, несомненно, результат от его деятельности положительный будет. А как вы считаете, вы же, если настолько погружены в тему, то, естественно, отслеживали происходящее. Почему такое было голосование? Почему вот... Вопрос отложился. Как вы считаете вообще просто вот... Почему? Может быть, пока депутаты не увидели необходимости, или, может быть, они взяли время на то, чтобы обдумать. То есть, в любом случае, как бы, тут действительно не надо торопиться, потому что эта должность заработает с 1 января. Потому что это и проект бюджета со следующего года, и все формирование. Поэтому время есть еще, и там просто не хватило одного голоса. То есть, ну, как бы, там большинство было за, но не хватило одного голоса, чуть-чуть перевес совсем, да? Это мы думаем, что... Не, ну, с другой стороны, если бы сейчас все случилось, и человек уже был бы определен, то у него было бы как раз время, да? Ну, вот хорошо, с января он заработает, а было бы вот пару месяцев на погружение, на вот проработку какой-то вот конвы, концепции и дальнейшей работы, в принципе, это что тоже тянуть-то резину? Ну, насколько я понимаю, вот этот законопроект все-таки будет рассмотрен 31 октября. Надеюсь, что его примут. Соответственно, за там, ноябрь-декабрь мы эту кандидатуру определим. И с 1 ноя уже, так сказать, это вот такой институт, он полноценно заработает. Ну, будем подождать. Думаю, что все сложится, и все будет хорошо. Следующий вопрос, который мне очень хотелось бы с вами обсудить. Интересно ваше мнение. Информповод — это... Суть в том, что для нелегальных перевозчиков ведут штрафы. На фоне того, что произошло вот буквально несколько дней назад, повысился у нас в автобусах проезд на Рубь, ну, мне смешно, на самом деле. Я уверена, что для перевозчиков этот рубль погода не сделает. Ну, в общем, вообще, что происходит в транспортной среде, среди тех, кто занимается пассажирскими перевозками? Потому что вот с коллегами обсуждали, предположим, уже очень сильно выросла цена на такси. Когда спрашиваешь диспетчеров, операторов, с чем это связано, а говорят, потому что у нас тут тоже вот изменилось, мы там должны так-то... То есть получается, что в оконцовке нам с вами, как потребителям, становится, в общем-то, хуже от вот этой вот дисциплинарной ситуации. Что вы думаете по поводу этих штрафов и вообще цен на проезды и прочее? Ну, значит, вот смотрите, все мы с вами бывали в Европе. И когда прилетаешь в любое... На аэропорт или там на железнодорожный вокзал, выходишь, значит, тут есть там такси, понятно, их видно. Одного цвета, да? Известный тариф, все, значит. И только, по-моему, единственная страна, это Россия, где, значит, вот люди в спортивных штанах, значит, с ключами ловят тебя у... Залокоть. Да, у вагона, и, значит, куда-то тащат, предлагают какие-то несуразные тарифы и так далее. И вот уже много лет мы с этим боремся, никак не можем побороть. Вот в том числе и вот такие нелегальные перевозчики, это одна из причин, почему дорожает тариф. Ну, я вам приведу, расскажу конкретную ситуацию, значит, просто я с ней сталкивался, вот общественная организация, там в одном из районов Кировской области, значит, есть легальные перевозчики, значит, которые, значит, когда ввели лицензирование, они, значит, получили лицензию, они полностью заменили свой автотранспорт, они купили современные микроавтобусы с кондиционерами, значит, у них есть расписание четко, у них есть установленный тариф, они работают, значит, из районного центра до Кирова. Значит, для того, чтобы эти все обязательства выполнить, они взяли достаточно большой кредит в банке на то, чтобы поменять всю свою технику. И, значит, в этом же населенном пункте есть большое количество нелегальных таксистов, которые не платят никаких налогов. И демпингуют этим ребятам, да? Которые демпингуют, которые отлавливают, значит, пассажиров около, там, этого автовокзала, сажают, значит, делают цену дешевле. И, соответственно, вот перевозчик рассказывает эту ситуацию, говорит, вот смотрите, значит, я работаю по расписанию. На следующий раз, ну, например, человеку нужно поехать в Киров, а таксист не вышел в этот день. Ну, ему неохота работать, или сломалась машина. А я должен работать всегда. И человек всегда уверен, что вот там в 12, в 2 и в 4 мой автобус пойдет, и он может уехать. Он знает цену, по которой он может уехать. Но если эти нелегальные перевозчики работают, они отнимают у меня 20, 30, 40, 50 процентов выручки. Соответственно, у меня нет источников для оплаты тех платежей, которые у меня есть. И с этой ситуацией никто не борется. Потому что... Но он обращался куда-то, да? Он обращался, но мы же с вами понимаем, что такое маленький населенный пункт. Это все друг друга знают. Проще сходить и набить Васи морду, так сказать. Вася, приклади. Заявление. Они говорят, да, мы проведем рейд. Вечером накануне рейда они звонят одному из таксистов. На сегодняшний день приходят, никого нет. Мы тебя завтра будем ловить. ну, вы, значит, написали нам какую-то вот вообще фальшивку. Никого нет. Вы на что жалуетесь? Вот смотрите, никого нет. Через час они ушли, еще через 2 часа эти все снова вытаили. И ситуация вот такая. То есть пока, значит, и мы, как, значит, пользователи этих услуг, понимая, что вот там не всегда это легально, то, чем мы пользуемся, пользуемся этим. И пока государство с этим не борется, но эта ситуация, к сожалению, не будет меняться в лучшую сторону. Но, наверное, в наших руках, да? В наших силах, в общем-то. Но государство, уж простите меня за крамолу, у меня большой надежды нет. То есть поменять ситуацию в наших силах, то бишь не соглашаться и ехать с этим нелегалом, да? Совершенно верно, да. И получается, что он тогда, разведя руками, в общем-то и проговорит. Ну, сейчас, ну, смотрите, ведь даже ситуация такая, что, значит, вот когда приезжаешь на ЖД вокзал, дешевле вызвать туда по телефону такси и уехать, чем договариваться вот с этими. И многие так делают. Абсолютно. Вот вам, как бы, значит, вот выход из ситуации. То есть мы и рынок, и, собственно говоря, и многие уже начинают именно так действовать. И это вот путь в правильном направлении. Еще одна очень весомая тема, опять же, как информповод, в газете «Бизнес-новости», если я ничего не путаю, ну, в общем, в наших СМИ дал интервью, заявил гендиректор предприятия «Абсолют-Агро» Константин Машуренко, что «Абсолют-Агро» спасти можно, и все-таки это еще не фатальная история. Несколькими неделями ранее те же «Бизнес-новости» писали о плачевной ситуации в этом серьезном и таком весомом холдинге, одном из немногих, которые занимаются сейчас у нас с общесельским хозяйством. Константин Машуренко говорит, что основные проблемы предприятия сложились из-за вступления России в ВТО. Я общалась с Сергеем Александровичем Дорониным на эту тему тоже, и, в общем, его позицию знаю, и с ней, в общем, солидарно. Мне очень интересно, Леводовит, что вы скажете по поводу этого самого пресловутого вступления России в ВТО. Потому что что-то сейчас как-то у всех ощущение такое, что накосячили. И не надо было, дескать, это делать. Вот интересно, что вы скажете. Да, вопрос интересный. Если мы вспомним историю, мы, по-моему, 18 лет вступали в ВТО. Да-да-да-да. Как пишут СМИ, топтались на пороге, надеялись, да, 18 лет там скреплись. Там еще, по-моему, в ФИДЖ не вступили, и мы, вот было две страны, и, наконец-то, Российская Федерация вступила. Ну, и, конечно, вот там детально всех условий вступления в ВТО я не знаю, как и большинство граждан России, потому что это приложение к вступлению, оно нигде не опубликовано. Оно говорит, что-то Сергей Александрович говорил на, подождите, 400, что ли, 300. Там какое-то чудовищное количество листов, и нет на русском языке этого документа. Ну, вот я сомневаюсь, что нет, думаю, что, конечно, есть. Нет, в итоге, может, перевели, но говорят, что он только на французском и английском. И, значит, просто, знаете, это вот как история по поводу мальчика, который кричал «волки, волки», а потом, когда они пришли, уже никто не поверил. Никто не пошел. Так, 18 лет государства, в общем, оно всех предупреждало, что мы вступаем в ВТО, вступаем, вступаем. Мы эту аббревиатуру, да, выучили, но не понимали, что это значит, но вот это вступление в ВТО, оно просто в ушах стоило. И когда уже вступили, уже, собственно, никто не поверил, ну, и думали, что там никаких последствий не было. Тем не менее, вот, какие-то есть, и, значит, несмотря на 18-летний подготовительный период, зима наступила неожиданно, да, как всегда, как в начале лета. Как всегда. Неожиданно же выпал снег, мы не готовы были, мы не знали, что в ноябре выпадает. Так и тут практически получилось. И бизнес, и государство оказалось не готовы. Самые пострадавшие, это оказывается, как раз сельхозпроизводители. Самые пострадавшие оказались сельхозпроизводители. И это, конечно, для нашей страны очень плохо, потому что мы с вами уже прекрасно понимаем, что мы не можем зависеть от импорта, и мы должны обеспечивать себя самостоятельно. Вот тут, конечно, для каждого предприятия нужно разбираться, почему, значит, ну, то есть, ведь в это вступила вся страна, а сложная ситуация возникла не у всех предприятий. Да нет, в принципе, народ говорит, что... И, ну, может быть, тут как-то совпало у кого-то, там, значит, какие-то, значит, есть там платежи, может быть, еще какие-то ситуации. И тут, конечно, значит, правительство при вступлении должно было какой-то резервный фонд создавать и предусматривать меры поддержки, вот, как регионов, отраслей отдельных предприятий на этот переходный период. Зато, к сожалению, не было сделано. Ну, сейчас вот постфактум пытаются, да, вот там эти регионы, там 60, да, по-моему, или сколько-то. Да, то есть какая-то работа идет, но вот странно, конечно, что, там, прогнозируя эту ситуацию... Не заранее, да? Нельзя было этого сделать заранее, там, не такой большой, как бы, по размерам резервный фонд, который бы, оперативно реагируя на проблемы предприятия, мог бы, значит, из этой ситуации какой-то выход находить. Поэтому, ну, как-то мы выпутаемся, да, вопрос с какими последствиями. То есть как много мы потеряем при этом. Вот, к сожалению, этого бы не хотелось, но пока каких-то таких очень активных действий незаметно. Ну, вы-то вообще как считаете? Это был некий, ну, как это сказать, бантик, некие понты, что ли? Ну, раз все в ВТО, вроде как и нам надо, потому что, ну, чисто репутационный, да, момент. То есть больше смотрела власть не на экономические какие-то выгоды, да, а на вот такие вот репутационные, что мы. И мы теперь в итоге. А то как же это? Мы дофигже, да? Нет, ну, здесь есть два момента. Два момента. Во-первых, значит, ведь не только из постсоветских стран, не только, да, уступила Украина. И вот я был на Украине. Нельзя сказать, что там сельское хозяйство, что очень сильно там, например, пострадало. То есть или у них, может, были выгодные условия, или они как-то адаптировались. Вот там палку в землю втыкаешь, и она у тебя плодоносит, понимаете, что у нас. Ну, не всегда, и не везде. И, значит, там, например, с Испанией или Францией трудно конкурировать, но возможно. Во-вторых, ну, то есть, как бы все страны вступают, соответственно, там более-менее одинаковые условия. И если мы хотим существовать в рынке, то мы должны быть в ИТО, потому что это единое правило игры. Во-вторых, значит, у нас ведь есть не только минусы, но и плюсы, да. То есть если раньше для наших там производителей стали, металлов, вот таких вот, значит, такой продукции были какие-то заградительные меры, то теперь в рамках ВТО, как мы не можем такие меры для, условно, свинины, так и они для наших труб. То есть тут надо смотреть общий баланс страны в целом. Да, не по отдельным отраслям, а в целом. А в целом, значит, по оценкам, ну, как бы Россия все-таки больше выиграла, чем проиграла. Но вот что не было сделано, то не было предусмотрено каких-то особых мер для сельского хозяйства. На период, как говорится, устаканивания, да? То есть вот пока оно все сложится, понятно, что бывают некие какие-то там нюансы, которые нужно предусматривать. Ну, то есть вы считаете, что достаточно позитивно просто выправиться, да, история? Это однозначно правильный шаг. То есть мы не можем быть, ну, в какой-то другой ситуации и рассчитывать, что мы будем развиваться. Это невозможно. И, значит, конечно, здесь, ну, вот смотрите, вот мы тоже обсуждали, по-моему, в прошлый раз проект продуктовой карты. Продуктовая карта — это же вот как раз то, что там правительство региона сознательно, значит, таким образом поддерживает наших местных производителей. Потому что, да, значит, получают, во-первых, многодетные семьи, во-вторых, получат, ну, фактически все деньги придут нашим производителям. Потому что вот эти вот следствия, на них можно привести только продукцию наших местных производителей, в том числе компании Абсолют Агра. Другое дело, что вот эта сумма, она, к сожалению, не очень велика. И здесь проблема в том, что у нас, да, во-первых, надо начинать, а во-вторых, к сожалению, значит, в силу нашей налоговой политики наш бюджет региона не так, не такими большими средствами располагает. Если бы у нас был нефть и газ, нам было бы проще. А так вот налоговая политика, она, значит, ну, не в пользу таких регионов, как Кировская область. По оценкам Департамента финансов, мы налогов, вот, которые уходят в Москву, значит, платим гораздо больше, чем дотации, которые мы получаем. То есть если как-то вот эта ситуация, она была бы более правильная, тогда у нас было бы больше возможностей, в том числе для поддержки наших местных производителей. Но на то, чтобы ее поменять, это тоже, как бы, предмет переговоров, компромисса и времени. Ну, как вы очень правильно заметили, по другому поводу, что главное уметь договариваться. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, пожалуйста. Высказывает сегодня особое мнение директор бизнес-инкубатора Лев Шварцблат. Лев Давидович, очень еще тема, интересующая меня и, полагаю, всех, потому что все мы ходим в магазины, все мы покупаем еду, вот, что нас в первую очередь интересует, это же нам надо питать собственные хилые телеса. Значит, я, к слову, о пятерочке. Эта федеральная сеть мне привлекательна и многим моим знакомым не казалась. Вы знаете, просто вот элементарно даже, ну, ну, ведь тебе же... Неприятно зайти. Неприятно зайти. Честно сказать. Честно сказать, начиная с запаха какого-то непонятного совершенно, и потом, ну, ну, просто вот некомфортно. В отличие от... Да не упрекнут меня в каком-то, значит, там сказать, особом отношении, но мне действительно больше нравится ходить в глобусы. Пятерочка, видимо, понимая, что обороты не те, на что они рассчитывали, и что нужно, наверное, для того, чтобы что-то поменялось, бороться за своих покупателей. Вот. У них, насколько я понимаю, будет теперь, во-первых, ребрендинг, во-вторых, будет некий распределительный центр, пятерочки у магнита. Я вот выяснила, что это такое, для меня это было непонятно. Значит, я в трех словах для слушателей. То есть вот у нескольких регионов, ну, допустим, вот распределительный центр, предположим, был в Перми, и там туда стекались все там свежие какие-то продукты, и, безусловно, что тратилось потом время, там логистика, то есть пока из этого распределительного центра это все довезлось бы до Кирова. А теперь, значит, вот они планируют в Кирове сделать этот распределительный центр, и, дескать, как говорят представители Х5, что теперь, соответственно, будет больше свежей продукции, фруктов, овощей, мяса, также зона для спецпредложений, и в регионах, цитирую, появится больше местных продуктов, при том, что, дескать, ценовая политика останется прежней. Мне интересно, ну, вообще, просто вот с экономической точки зрения, как вы прокомментируете все происходящее, и не будет ли это для нашей собственной личной местной сети ухудшение в плане бизнеса? Да, но вот это как раз уже такой очень наглядный пример действия рынка. То есть, ну, вот смотрите, вот как, например, организован бизнес Магнита, да, то есть почему у них такие дешевые цены, и как им удается с такой скоростью открывать магазины? Вот они придумали эту схему, когда у них есть центр, куда сводится продукция, значит, большой грузовик, который разъезжает по магазинам, развозит продукцию, уезжает, и вот так вот непрерывно по кругу курсирует. Да, магазин это по городу постоянно курсирует, видно. Вот, ну, видимо, примерно по такой же схеме, значит, работает пятерочка, и, значит, вот когда они этот алгоритм разрабатывали, у них, видимо, был расчет на то, что у нас, ну, в целом в стране такая невзыскательная, не очень богатая публика, которая за дешевую цену съест все, что им предложат, и не надо им там никакого качества и так далее. Вот главное, чтобы было дешево. И вот, значит, напомню, когда федеральные сети заходили, значит, вот у нас в Лиге предпринимателей есть комитет местных товаропроизводителей, и вот эту ситуацию обсуждали, они рассказывали, значит, вот как они пытались сотрудничать с Магнитами, с Пятерочкой, и, значит, там были варианты, когда им говорили, ну, вот, например, нам нужна продукция со сроком годности там от 6 месяцев, или не менее 6 месяцев. Они говорят, ну, мы понимаем, что вот такая мясная продукция – это консервы, да, колбаса не может такого срока быть. Естественно. Или, например, предлагали сделать там… Да молоко там, чего угодно, да? Да. Колбасу, ну, условно, там за 100 рублей. Но не делали за 100 рублей. Те говорили, ну, это же невозможно есть. Ну, да, ну, за 100 рублей что хотите? И, в общем, вот, тем не менее… Туалетная бумага с запахом. Политика была именно такая. Ну, и, ну, видимо, значит, вот опыт показал, что вот этот ассортимент и такой формат не пользуются спросом. Ну, очень маленького процента населения, которое не сделает ни выручку, да, ни оборот, ничего. Да. То есть туда, может быть, ну, за каким-то таким продуктом, ну, условно говоря, может быть, там, пиво или еще какие-то такие напитки, которые уже упакованы и которые, в общем, без разницы, где продается, для человека главная цена, да. Все остальное люди там покупать совершенно не готовы. И даже если у них тут там нет, ну, глобуса там или все на свете, они там пройдут лишнее, значит, там остановку пройдут, но купят там, где, значит, нормальное качество. Там, где они уверены. Где они уверены, где местные производители. И, значит, вот они достаточно долго, ведь там испытывали нас, боролись с нами, пытались нас перебороть. Да, да, да. Но, в общем, в конечном итоге, видимо, пришли к выводу, что надо меняться и будут подстраиваться под тот формат, который работает. Который нравится нам тут, да? Значит, вот с точки зрения, значит, вот глобуса, ну, это конкуренция. То есть, поскольку мы в рынке, то, значит, рынок основан на конкуренции. Поэтому рассчитывать, что, да, вот пришли там федеральные конкуренты, они работают плохо и всегда будут работать плохо, и невозможно. И у нас есть там хорошие примеры. Ну, вот тот же глобус, это в плане продуктов питания. Есть в электронике, мы знаем, да, там, значит, сеть наша местная, которую приход федералов нисколько не выбил из колеи и, так сказать, их позиций не уменьшил. То есть, значит, приход федеральных сетей для местных сетей не означает безусловного поражения. Им просто нужно всё время быть на два шага впереди просто федералов. Понятно, что там финансовых ресурсов, ещё каких-то там маркетинговых и так далее у них гораздо меньше, но это не означает, что у них нет своей ниши и своей, как бы, стратегии, которая позволит им выжить. Поэтому для нас... Для нас это хорошо, да? Это, безусловно, хорошо, потому что, значит, если там пятёрочка магнит станут лучше, значит, у нас альтернатива. И для производителей хорошо, правильно? Если они сейчас впустят их и дадут торговать по-человечески. Совершенно верно. Это хорошо для наших производителей. Это хорошо и для глобуса, поскольку им придётся, значит, что-то ещё делать для того, чтобы вот... А стало быть, это экстеницирует на развитие, да? Да, на развитие. Поэтому это очень, как бы, положительный момент. И он показывает, что, ну, действительно, вот какие-то рыночные механизмы работают. То есть ведь у пятёрочки и у магнита были там источники финансирования их деятельности за счёт там выхода на международные рынки. То есть им было очень важно долю рынка, количество магазинов. Они продавали акции, покупали там, значит, кредиты или, значит, получали финансирование, за счёт этого развивались. Но теперь они вынуждены, поскольку, значит, вот внешние источники сейчас достаточно сложно, там, в преддверии, ну, возможного кризиса или сложностей, значит, сложнее привлекать внешние ресурсы. А с местными они пока не очень хорошо работают. И они вынуждены поворачиваться к тому, что нужно потребителю. Ну, это хорошо, действительно, потому что, как рассказывали местные товаропроизводители, они были в роли каких-то вот просителей, Они были, да. А теперь получается наоборот. Вот теперь, если «пятёрочка» и «магнит» действительно возьмутся, так сказать, за голову, теперь они уже, наверное, должны сказать, что, ребята, вот давайте вы у нас тоже будете чего-нибудь продавать. И местным товаропроизводителям будет приятно даже. Я хочу больше, расскажу ещё один пример, очень интересный. У меня просто есть очень хорошие знакомые в Шабалинском районе, которые занимаются производством молока. Успешно и тем самым доказывая, что и в Кировской области можно успешно заниматься сельским хозяйством. И, значит, у них был контракт, они продавали в Нижегородскую область всё молоко, которое у них, значит, по цене, которое им диктовали. Значит, диктовали, 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 диктовали. А сейчас, значит, вот рынок стал развиваться, там производство молока, молочных продуктов, масла увеличивается. Соответственно, спрос на молоко вырос. И вот в конечном итоге они нашли другого покупателя в Котельниче ближе и дороже. И более выгоднее себе. Да, и, значит, причём заключили договор на условиях более выгодных им. И, значит, покупатель молока был вынужден с ними вообще в какой-то вступить диалог. И они говорят, что это вообще впервые, потому что всегда производители молока были в каком-то унизительном положении. Ну, унизительном, просящем, да. 7-7, там, 5-5. А тут уже вот ситуация изменилась. И это, конечно, очень-таки тоже позитивные сигналы в целом для экономики. Радостно, радостно, потому что вот очень яркий пример вы рассказали. Я вот даже не думала, что действительно есть какие-то позитивные подвижки. И дай-то бог. В оставшиеся буквально последние три минутки тема, конечно, очень объёмная. Но думаю, что коротко удастся вам своё отношение отобразить в свежем номере, вышедшем сегодня газеты «Бизнес-новости». Есть материал на второй полосе о беспокоящих тоже всех теме – это пенсии. Даже если мы ещё молоды, о последствиях, так сказать, о будущем думать приходится. Цитирую. «Не иначе как пенсионным ограблением называют новые правительственные реформы в федеральной прессе. Для ликвидации дыр в пенсионном фонде решено перенаправить туда накопительную часть пенсии всех россиян. Президент страны утверждает, что это не конфискация». Что вы думаете вообще обо всех этих фондах, коммерческих фондах, пенсионных? Там чёрт ногу сломит. К сожалению, придётся буквально за две минуты прокомментировать. Ну, вообще, конечно, самое неприятное в этой ситуации – это то, что постоянно меняются правила игры. То есть пенсионные деньги… Любая экономика развивается, когда есть длинные деньги, это называется. То есть те деньги, которые могут очень длинный промежуток времени работать. Вот в этом смысле я приветствовал, когда у нас ввели ОСАГО, потому что ОСАГО позволило страховым компаниям создавать такие длинные деньги, которые они размещали в банках. И это позволяло банкам выдавать очень долгосрочные кредиты, формировать то фондирование, создавать, которое необходимо для долгосрочного кредитования. А это долгосрочный бизнес, да, и вообще какая-то устойчивость государства, да? Устойчивость государства, совершенно верно. И в любом государстве есть такие проекты с очень большим сроком окупаемости, инфраструктурные. Железная дорога, морской порт. То есть экономика не может без этого развиваться, но глупо требовать от железной дороги окупаемость, как от ларька с шаурмой. Логично. Хороший пример. Значит, варианты какие? Или мы печатаем деньги, и тем самым увеличиваем риск инфляции. Либо мы должны где-то эти длинные деньги взять. Длинные деньги, они, собственно, есть, это пенсионная система. Но вот эта система работает, когда люди доверяют тому, куда они, собственно говоря, вкладывают. Ну или как было раньше, когда вариантов нет. Да. Есть одно. И в этом смысле самое страшное, когда государство все время шарахается. То есть один год так, потом так, потом так, потом так. Кстати, уже, как бы, люди совершенно не понимают, какая ситуация. И степень доверия очень низкая. И они тогда, ну, то есть... Все сейчас говорят, да, вообще не будет у меня никакой пенсии, я лучше буду там в кубышку складывать, и потом на проценты жить там. И вот, опять же, это, как бы, к системе белых и серых зарплат. Да, кстати, ага, похожа. С тем, что с белой зарплаты мы платим налоги, в том числе очень большая часть этих налогов, это 20% или 30%, да, в зависимости от компании, это пенсионные вклады. То есть 30% от вашей, от моей зарплаты каждый месяц мы отдаем вот туда. И нам бы хотелось, чтобы мы понимали, куда мы отдаем, что с этими деньгами будет, и как много мы получим обратно. А когда нам в этом говорят, что такие правила игры, потом такие, а потом такие, а когда выйдет на пенсию, мы, может, вообще все пересмотрим, то у нас степень доверия, значит, минимальная. И, соответственно, значит, когда работодатель предлагает работнику варианты, работник понимает, лучше я возьму все, включая эти 30%, и там сам в банк или куда-то, вот, так сказать, распоряжусь пенсией. Ну, уповать-то на что? На то, что государство как-то эту ситуацию все-таки более жестко проконтролирует и перестанет шарахаться, да? Потому что пока-то мы в стадии шарахания и пребываем. Да, совершенно верно. Мы пребываем в стадии шарахания, и это самое плохое, что может быть в этой ситуации. Очень много удалось обсудить. Я признательна вам за интереснейший эфир. Полагаю, что все радиослушатели разделяют мой восторг. Сегодня был в гостях и высказывал особое мнение директор бизнес-инкубатора Лев Шварцблат. Лев Давидович, большое вам спасибо. Удачной рабочей недели. И удачной рабочей недели всем вам, уважаемые радиослушатели. В студии была Антонина Тихомирова. Всего доброго. Всего доброго.